Государственная Дума В этот период, когда так и не был поддержан партией парламентского большинства наш проект закона о детях войны, в этот период времени мы так и не увидели решение вопросов об организации нормального здорового питания в школьных учреждениях. Это было время, когда в стране продолжали накапливаться крайне негативные тенденции и в любой момент эти тенденции могут приобрести обывальный характер. Так может случиться и рейтинги власти, стремительно идущие вниз тому подтверждением. Все это происходит на фоне продолжающегося внешнего давления, на фоне объявления в отношении России все новых и новых санкций, на фоне продолжающейся активизации стран НАТО, агрессивного блока НАТО у границ нашей страны, у границ Российской Федерации. Все это время, все эти четыре месяца Компартия России тщательнейшим образом исследовала вопросы, связанные с защитой интересов национальной безопасности России, с исследованием вопросов обеспечения целостности нашей страны. И мы пришли к уверенному, устойчивому, убежденному, хорошо доказанному выводу, что защитить целостность России, обеспечить ее национальную безопасность невозможно, если и дальше будут игнорироваться интересы трудящихся, интересы абсолютного большинства граждан нашей страны. Если и дальше число бедных будет увеличиваться, если количество нищих будет умножаться, если число безработных будет расти, если количество тех, кто попадает в банковскую кредитную кабалу будет увеличиваться. Мы должны сказать, что рецепты против этой политики есть, рецепты против этой политики существуют. Компартия предложила их в своей антикризисной программе. Мы нацелены на то, чтобы продолжать эту деятельность, продолжать борьбу за реализацию наших программных установок и за то, чтобы сформировать широкий блок народно-патриотических сил. Почему он нужен? Почему он так важен сегодня? Советский Союз был гораздо более сильным, гораздо более мощным государством, чем сегодняшняя Российская Федерация. У него была гораздо более эффективная, хорошо работающая экономика. У нее были принципиально иные, хорошо оснащенные современные вооруженные силы. И тем не менее, сегодня нашей Родины под названием Советский Союз на мировой карте нет. Случилось то, что случилось. Случилось объединение внутренней и внешней контрреволюции. И сегодня, сейчас, в современных условиях, мы вновь наблюдаем, как соединяется активизация сил либерального реванша внутри Российской Федерации с теми внешними недругами, которые действуют из-за рубежа. Именно поэтому лидер Компартии России Геннадий Андреевич Дюганов выступил со специальным обращением и предложением сформировать широкий фронт народно-патриотических сил. Эта идея звучала на последнем плену Центрального комитета нашей партии. И хочу сказать о том, что мы такой широкий народный фронт понимаем не просто как проведение, знаете, такого массового, может быть даже крупного, такого круглого стола здесь, в столице, на столичных площадках. Да, круглые столы важны и нужны. Но широкий народный фронт мы прежде всего понимаем как сложение сил народного большинства. Мы видим, что правда история на нашей стороне. Последние данные опроса Левада Центра показывают, что самым уважаемым, самым почитаемым историческим деятелем сегодня остается во все большей мере становится Иосиф Вячеславович Сталин. Это потому, что именно с ленинско-сталинской модернизацией, именно с достижениями советского времени, именно с примером, поданным советской державой, граждане ассоциируют и решение сегодняшних проблем. Они с ними ассоциируют, с теми рецептами, выход из текущего социально-экономического кризиса. В условиях современных реалий, в условиях сегодняшней политической ситуации, носителем этих идей, носителем этих предложений, носителем этой конструктивной программы выступает Коммунистическая партия Российской Федерации. И мы продолжим борьбу за реализацию наших программных установок. Вчерашний отчет премьер-министра перед Государственной Думой по итогам 2018 года показал только одно. Сегодня страна остро нуждается в переменах, а, к сожалению, правительство Российской Федерации к этим переменам не готово. Вчера под благостные отчеты, сформированные новым руководством Росстата по новой методике, мы узнали, оказывается, что наша страна развивается активными темпами, что, оказывается, последние три года у нас отмечается рост ВВП. Более того, вчерашние приведенные официальные цифры от 103 триллионов рублей, это ВВП за 2018 год, в сравнению с 92 триллионами ВВП 2017 года, говорят о том, что рост ВВП в Российской Федерации за 2018 год по последнему отчету Росстата превысил 12%. Ну а если говорить о реальных цифрах, это 8% больше, чем в Китае. Естественно, что такая ситуация в стране сегодня не наблюдается, что в большинстве отраслей, к сожалению, несмотря на отчет правительства вчерашний, наблюдается спад, и падение сегодня рейтинга правительства, рейтинга президента практически в два раза. Падение авторитета институтов государственной власти говорит только об одном. Та политика, те действия, которые осуществляет старое и новое правительство РФ, никуда не годятся, И без изменения ситуации, без изменения этого правительства дальше страна двигаться не может. К большому сожалению, премьер-министр этого не осознает. Для него вчера не было, к сожалению, ни одного решения и ни одной проблемы представленной Государственной Думе. Кроме того, по решению этих самых проблем точно так же не было предложено ни одного решения. В этой связи сегодня Государственная Дума будет рассматривать несколько вопросов. В частности, одним из вопросов будет третья попытка амнистии капитала, так называемой, то есть попытка возвращения на родину тех денег, которые выводились из нашей страны в течение десятков лет. Я напомню, это около 1 триллиона долларов. Это третья попытка правительства Российской Федерации, две предыдущие провалились. Несмотря на огромные льготы, несмотря на то, что предлагается освободить от налоговой, административной, уголовной ответственности, все капиталы, всю недвижимость, которая записана в том числе и на номинальных владельцев, по итогам первой волны, так называемой дошеризации 2015 года, в страну вернулось всего в виде налогов 6 миллиардов рублей, и всего 11 тысяч иностранных резидентов, так называемых, а точнее наших граждан, зарегистрировалось в качестве налоговых резидентов Российской Федерации. Итогов второй волны мы до сих пор не знаем, но итоги третьей волны весьма предсказуемы. Воспользуются ими, мы так думаем, вынуждены воспользоваться. Это исключительно группа олигархов, близкая сегодня к руководству страны, на которых в силу определенных причин наложены санкции. И для того, чтобы сохранить свои капиталы, для того, чтобы сохранить свои финансовые активы, они вынуждены будут перевести их практически без потерь на офшорные зоны, сформированные на территории Российской Федерации. Мы считаем, что этот подход в корне неверный. Мы фактически поощряем сегодня те преступные действия, которые совершались в течение многих лет и сопровождались вывозом огромного количества финансовых ресурсов, материальных активов с Российской Федерации. Вместо того, чтобы работать на экономику родной страны, эти ресурсы оказались за рубежом. И сегодня мы пытаемся их возвратить назад. И опять же, повторяюсь, воспользоваться ими сможет исключительно узкая группа лиц, которые не смогли сегодня наладить свою жизнь, свои отношения с Западом, с теми партнерами, а точнее, даже не партнерами, а лицами, которые противодействуют сегодня развитию Российской Федерации, которые сегодня воздействуют на экономику Российской Федерации посредством санкций. Эта мера ни к чему не приведет. Фракция КПРФ, безусловно, будет голосовать против такого решения. Вчерашний отчет правительства показал полную оторванность и отчитывающегося, и большей части выступающих от происходящего в стране. Потому что в стране действительно нарастает протест и от произвола в мусорной реформе, и от кризиса в экономике, который, в принципе, никуда не делся. Ну и единственное, что может радовать сегодняшней относительно мягкой повестке, вы видели, что сегодня впервые за всю первую часть весенней сессии у нас всего 44 вопроса. И вот из этих всех вопросов, с моей точки зрения, можно бы было добавить по амнистии капиталов и по вдруг возникшему постановлению о необходимости проверки Центрального банка. Если вы вчера слышали, то меня, к сожалению, перебили, не выслушав вопрос. Но по нашему глубокому убеждению, главной причиной нашего продолжающегося кризиса является в корне неправильная кредитно-денежная политика и отсутствие даже корректировки со стороны бюджетной политики. О чем суть? Смотрите, академик Ивантер, научный руководитель Института прогнозирования народно-хозяйственного комплекса в российской газете, можете проверить меня, написал статью, которая утверждает, что Россия в очередной раз наступает на грабли, отдавая свои золотовалютные резервы своим стратегическим противникам. И доказательства он приводит, что золотовалютные резервы, даже при нынешней экономической политике, не нужны больше 300 миллиардов долларов. У нас на сегодня уже 500. Я вам напомню, что у нас уже был случай, когда мы собрали фактически 600, потом их раскассировали по карманам, но экономики от этого не стало больше. Второй вопрос. Если вы посмотрите, то Милтон Фридман, извините, что-то я заговорил, Нобелевский лауреат Фридман еще в 1978 году доказал о том, что монетизация экономики не может быть меньше 50%. Все, что меньше, это самоуничтожение. У нас на сегодня, на 1 января 2019 года, монетизация составляет 42%. Среднемировая 125, в странах семерки, ну, у американцев никто не знает, какая монетизация, потому что 23 триллиона только вовне напечатаны, а печатный станок находится у них. У японцев и немцев за 280%. Что такое монетизация? Это значит доступность производства к финансам. Понимаете? У нас же сегодня банковская система фактически жирует. Обратите внимание, за прошлый год больше 35% банкротств предприятий, обрабатывающие и перерабатывающие промышленности, и в то же время прибыль банковской системы составила почти 1,5 триллиона и увеличилась на 50%. Ну, получается, что рантье живет за счет уничтожения предприятий, и банковская система в принципе не является вообще-то кровеносной системой. Подтверждение этому. 90,8% банковских активов саккумулированы в Москве. Еще 2,6% саккумулированы в Санкт-Петербурге. А на всю остальную матушку России приходится 6,6% активов. Если посмотрите, 17 субъектов не имеет ни одного регионального банка. Еще в 17 по одному региональному банку. Ну, вы видите, что в принципе развитость банковской системы не позволяет нормально осуществлять вообще-то жизнедеятельность страны. Дальше больше. Если вы посмотрите госкорпорации. Госкорпорации, в принципе, у нас это вещь в себе. Потому что если вы первые 15 возьмете по объемам активов и обороту, то вы увидите, что, как это не парадоксально, но к 75-летию Великой Победы у нас Роснеф возглавляет Шрёдер, Газпром возглавляет Миллер, а Сбербанк возглавляет Греф. Причем Сбербанк, который в принципе имеет полный доступ почти к бесплатным деньгам, сегодня 46,52% акций принадлежат иностранцам, а председателем наблюдательного совета является американец. Ну и можно эту систему продолжать. Все это, с моей точки зрения, если так общее посмотреть, как раз показывает причину нашего стагнирования и причину непонимания. Потому что, ну, если мы являемся донором американской экономики и ФРС США, то понятно, что никогда в жизни у нас банковская система не станет вообще-то кредитовать нашу экономику, и стагнация продолжится. Поэтому, да, хорошо, что есть такое постановление, мы его поддержим, и мы считаем, что в принципе надо более глубоко проверить деятельность Банка России и в части процентных ставок. Вы обратите внимание, Джеймс Тобин, есть такой нобелевский лариат, который получил нобелевскую премию на исследование процентных ставок. Он утверждает, что процентная ставка не может быть выше половины рентабельности. Средняя российская рентабельность за прошлый год составила 7,7%. Но у нас при этом ключевая ставка 7,75%. Все, что меньше половины является, то есть больше половины является разорительным.